В Кремле недоумевают, как американские чиновники, на которых ссылаются средства массовой информации, могут без расследования что-то предполагать про теракты на северных потоках. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что публикация о северных потоках — это скоординированный вброс в СМИ, а авторы теракта явно хотят отвлечь внимание. Газета New York Times накануне сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая пресса сообщила, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Глава Минобороны ФРГ Борис Песториус заявил, что не стоит спешить с выводами в отношении новых данных о диверсии на газопроводах. Песториус считает, что нужно провести четкое расследование между тем, была ли это украинская группа, действовавшая по приказу власти Украины, или без ведома ее представительства. Его слова приводит Associated Press. Он также не исключил возможности, что речь идет об операции под ложным флагом, о попытках обратить внимание следователей в сторону Украины. Я процитирую. Это было бы не в первый раз в истории подобных событий. Именно так сообщил министр. Появилась реакция Североатлантического альянса. Там сказали, что не знают, кто взорвал газопроводы. Но данная диверсия подтверждает необходимость защиты его критической подводной инфраструктуры. Грузинская полиция задержала 66 человек у парламента в Тбилиси во время митинга. Об этом сообщили в ведомстве. Возбуждены уголовные дела по статьям за нападение на полицейских и сотрудников пенитенциарной системы, а также за повреждение имущества. Акции протеста против законопроекта об иноагентах переросли в беспорядки после поддержки депутатами парламента законопроекта в первом чтении. Протестующие прорвали заграждение у здания парламента в Тбилиси, разбили стекла, кидали в полицейских коктейли Молотова. В ответ полиция применяла бронзбойты и светошумовые гранаты. В МВД Грузии добавили, что в ходе беспорядков пострадали 50 сотрудников полиции. Тем временем глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что принятие закона об иноагентах может помешать стране вступить в Евросоюз и значительно ухудшить ее отношения с ЕС. А президент Грузии записала видеообращение к нации из США, где предстала на фоне статую свободы и пообещала наложить вето на закон об иноагентах. Обсудим ситуацию с экспертом. С нами на связи гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и для начала вопрос о том, кому это выгодно и чья рука. Так сильно подозреваю, что рука с факелом с этого видеообращения президента прослеживается в этой ситуации. Ну выгодно это прежде всего Соединенным Штатам, у которых в данном случае в паре в группе поддержки выступил Европейский Союз. Необходимо приструнить Грузию, руководство которой. Я вывожу, на самом деле, за рамки упомянутого мной руководству Грузии президента этой страны, потому что она полностью проамериканский политик. И сложно было бы услышать от нее нечто другое, нежели то, что мы услышали. Так вот, руководство Грузии в последнее время, обращу ваше внимание, очень много уделяет восстановлению контактов с Россией. Отказывается поставлять на Украину оружие и чуть ли не заявляет о своем нейтралитете. Что уже было отмечено и уже Грузию наказали за это, не предоставив ей кандидатства в члены Европейского Союза. В то время как Молдавия, гораздо менее подготовленная к этому членству, получила такое кандидатство вместе с Украиной. Вот эта прагматичная позиция грузинского руководства, которое опирается на прежде всего экономические взаимосвязи России, их восстановление, оно вызывает дикое раздражение у западных партнеров, западных авторов. Но к серьезным действиям, вроде государственного переворота, они стараются не прибегать, потому что боятся спугнуть лидеров центрально-авиатских государств, с которыми сейчас намечается более тесное взаимодействие как американцев, так и строителей Европейского Союза. Поэтому это, если хотите, это такой щелчок бича, который должен показать грузинскому эстеблишменту, политикам, главному руководству Грузии, то, что западные страны внимательно наблюдают за тем, что происходит в Грузии, и не намерены плускать ее из своих крепких лапок. То есть, получается, Евросоюз уже, по крайней мере, сформировал мнение, решение, вероятно, уже принял, и этот закон, принятие этого закона, оно просто станет удобным поводом для отказа Грузии? Думаю, что Грузии предстоит сложный период, пока она будет пытаться усидеть на двух стульях. С одной стороны, она пытается стать частью Европейского Союза и, так называемого, западного мира, а с другой стороны, понимает, что без России технически не выжить. Тем более, что благодаря этому украинскому проекту, значительные средства направляются на Украину, средства западных стран, а другим регионам, другим странам достается гораздо меньше. Уже кризисное явление становится очень серьезной проблемой для властей стран Прибалтики, которые тоже на этом фоне получили секвестирование финансирования от Европейского Союза. Пока дойдет до Грузии, там финансовые потоки вообще рискуют иссякнуть. Именно это является основной причиной того, что грузинское руководство ведет себя прагматично. Но, к чести его сказать, уже несколько лет оно выдерживает натиск западных стран и, постепенно управляя отношения с Россией, достигает определенных социально-экономических успехов, что невозможно не отметить. Поэтому-то попытки дестабилизации политической обстановки все большей частью грузинского общества воспринимаются как попытка держать страну в более нищенское состояние, нежели это было несколько лет назад. Насколько вот эти риски сейчас оценивает правительство грузинское риски остаться за пределами Евросоюза? Во-первых, Грузия уже еще находится за пределами Евросоюза и, честно говоря, Европейский Союз мало ей чем может помочь. Где, простите, Грузия, а где Европейский Союз? Это раз. Второе. Европейский Союз уже доказал истории своего существования сугубую прагматичность. И страны, которые являются рецепиентами средств, они впадают в очень серьезную зависимость от стран-доноров, в частности, Германии. Но, правда, в Германии сейчас еще большие проблемы, потому что экономика гибнет на глазах. Вот. И я не понимаю, зачем Грузии, на самом деле, вот этот проект Европейского Союза по итогу, большому итогу. Гораздо более выгодным является сотрудничество с Россией, с Ираном, да с кем угодно вообще, даже с Турцией в этой связи. Тем более, что Турция в Аджарии имеет очень хорошие инвестиционные позиции и рассматривает этот регион как старт для своих инвестиций. Поэтому я не зря упомянул здесь даже Турцию. А Турция находится в крайне сложных отношениях с Европейским Союзом, напомню. Так что ситуация очень сложная, запутанная. Честь делает Грузинского рутоводства то, что оно защищает себя. И это крайне важно. Это позволит сохранить в целостности политическую систему, а остальное все, я думаю, выправится потихоньку. Спасибо большое за ваш комментарий. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. В России появились в продаже уже активированные айфоны. Об этом пишет газета «Известия». Только так можно получить большие объемы для реализации, уверяют риэлторы, ритейлеры. В связи с введением американских санкций, которые запрещают поставку в России смартфонов дороже 300 долларов, иностранные посредники начали отказываться от работы по параллельному импорту. Обсудим инициативу наших магазинов. На связи со студией генеральный директор компании «Телеком Дели» Денис Кусков. Денис, добрый день. Здравствуйте. Активированные за рубежом гаджеты – это выход для компаний, которые боятся попасть под санкции, или покупатели, пользователи тоже получат определенные преимущества? Я имею в виду перед теми, у кого смартфоны были активированы здесь. Преимуществ особо нет, потому что что такое активированные? Достается смартфон из коробки, запускается первичная активация, потом обратно в коробку и отдается в Россию. Это некие манипуляции, которые позволяют активировать в стране приобретение. Поэтому в данном контексте человеку, который покупает, лучше точно этого не будет, кроме того, что он получит долгожданный аппарат. То есть получается, вот такая активация в какой-то третьей стране, она вот этот цифровой след, ну если не теряет, то просто путает, да, и дальше уже производитель не сможет. То есть как это может быть, там, в Бенахаровских Эмиратах или в Турции, так сказать, открывается аппарат, первую, так сказать, активацию проводит, да, мы же не знаем, кто его проводит, и в Apple-компании тоже не знают, Турок его проводит, так сказать, или россиянин или еще что-то, потом по каким-то моментам он перемещается в Российскую Федерацию, это можно там по диалокации, по многим другим вещам увидеть. Но, по сути, аппарат приобретен и активирован именно там. Поэтому здесь доказать, что это поставка в Россию, здесь уже достаточно тяжело. А какие риски есть у пользователей? Может ли в какой-то момент там операционная система, там что-то из приложения запросить, какой-то код подтверждения, который отправит не российскому пользователю, а вот туда, где он был активирован? Ну, скорее всего, нет, потому что активация может пройти без, там, скорее всего, указания мобильного телефона, там, карточек и так далее. То есть она первичная, просто, так сказать, с минимальным, то есть такая легкая, самая быстрая, которая есть. В дальнейшем, что может быть? Это, наверное, гарантийный срок. Во-первых, сейчас вообще непонятно с гарантийными сроками аппаратов компаний, которые ушли из России. Но в любом случае он будет считаться от момента активации. То есть если активировали, допустим, 1 марта или 8 марта, да, сегодня, а продали его там 10 июля, то, так сказать, вот эти там 3-4 месяца, это уже, так сказать, за счет покупателя идут. Ну, а кто будет заниматься гарантийным обслуживанием вот таких гаджетов? Продавец, да, в течение года у нас сейчас, правильно? По-разному бывает, на самом деле. Ситуация меняется с какой-то определенной стабильностью в данном случае. То есть раньше гарантия была от компании Apple, сейчас тоже она отчасти присутствует, но не в полной мере. Так, в принципе, ретендеры говорили о том, что они готовы брать на себя гарантию. Но, честно признаюсь, я не слышал, что по всему спектру гаджетов есть такая ситуация, исправно работающая. То есть прецедентов, по крайней мере, неизвестно, да, что активированные смартфоны обслуживала... В принципе, ничего плохого нету, да, у этого плохого нету. Когда вы машину покупаете, там, грубо говоря, в салоне, точнее, когда покупали, вот сейчас их тоже не поставляют, значит, тоже, там, допустим, там, не знаю, было 10, 20, 30 километров. Но это не значит, что кто-то ездил, она бушная. Это просто как бы там с конвейера. Она съезжала, ее она там была немножко там довезти или откуда-нибудь. В принципе, это то же самое. То есть телефон включают, его кто-то уже до вас трогал, так сказать, активировал, но вы с этим соглашаетесь ввиду текущих геополитических проблем в мире. То есть даже чисто теоретически предположить, что компания Apple, отследив, что ее продукция оказалась в России, ну, не сможет нам как-то навредить сильно, заблокировать доступ или что-то еще? Нет, как бы она гипотетически-то может это сделать. Она может вообще выключить все смартфоны. Вопрос только в том, что как быть, если, допустим, утрирует ситуацию, шейх купил телефон у винахарафт-хемираток и поехал в машину. И будут ли это отслеживать? Понятно. Спасибо. Гендиректор компании Telecom Daily Денис Кусков. Срок обучения в магистратуре в новой системе высшего образования в России может быть сокращен до одного года. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Также он отметил, что магистратура не является продолжением основного образования. Это углубленные специализированные знания. Здесь главное правильно определить, потому что главная задача не только срок обучения, сколько качество и запрос рынка труда и работодателей. Вот это первое. Второе. При этом очень важно сохранить специализированное или углубленное высшее образование уровня магистратуры, ординатуры или ассистентуры стажировки для творческих вузов. Магистратура должна быть именно в тех университетах, которые имеют для этого соответствующие кадровые, организационные, финансовые, инфраструктурные возможности. Потому что, еще раз повторяю, это не продолжение основного высшего образования магистратуры, это углубленные и специализированные знания. И там даже образование должно строиться на других технологиях. Больше 600 тысяч выпускников, которые уже имеют образование уровня специалитета, и они хотят дальше строить карьеру, получать дополнительные знания, смогут бесплатно такое образование в магистратуре, ординатуре либо ассистентуре получить. В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные или профессиональные знания в магистратуре за год. Ранее Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от 4 до 6 лет. При этом президент отметил, что если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то должна быть возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре. В Японии за последнее время меньше всего детей родилось за всю историю наблюдений. Такая тенденция продолжается уже 7 лет и сильно усугубляет проблему быстро стареющего общества. Об этой проблеме пишет Bloomberg со ссылкой на данные японского Минздрава. Согласно этим данным, в прошлом году в стране появилось на свет меньше 800 тысяч новорожденных. И это почти на 5% меньше, чем годом ранее. И является самым низким показателем с начала ведения учета в 1899 году. Непростая ситуация с рождаемостью сейчас складывается и в Китае. Для того, чтобы преодолеть демографический кризис, в стране продолжают изобретать меры, как повысить рождаемость в Поднебесной. Так, один из китайских депутатов предложил сократить рабочий день молодых людей. По его мнению, такая мера сможет простимулировать тягу молодых людей к продолжению рода. Так ли это? Сейчас обсудим со специалистом. С нами на связи директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. На ваш взгляд, поможет такая мера? Действительно ли молодым людям просто некогда строить семейную жизнь? Или сейчас молодежь Китая занята чем-то другим, и вот это высвободившееся время будет уделено чему-то другому? Ну, как показывает практика, к сожалению, так все просто не бывает. И прямой корреляции между свободным премием и рождаемостью тоже не так много, потому что возьмем любые крестьянские сельскохозяйственные общества, где, казалось бы, человек с утра до вечера занят на работе и приходит на поле с восходом солнца, и при этом как раз в те общества, где большая часть как раз сельское население, там рождаемость выше. Проблема, что для Японии, что для Китая заключается в том, что подавляющее большинство населения стало урбанизированным, они живут в городах. В Китае сегодня уровень урбанизации достигает 65%, а в Японии и того больше. Ну и как следствие, получается, что мама, папа работают и с ребенком сидеть некому, соответственно, его приходится отдавать детский сад или нанимать няню, это вам уже не деревня, где можно было отдать кому-то из родственников, а, соответственно, это и на клады и расходы, потому что воспитание ребенка через детский сад, через школу, это, неважно, платная она или нет, в любом случае это некоторые расходы. А дальше это еще и, так сказать, конкуренция в области того, кто лучше, даст образование, дополнительное образование и вновь это расходы. Поэтому задержание ребенка в урбанизированных обществах становится более дорогим. И многие выбирают себе из родителей карьеру, очень много, что в Японии, что в Китае, так называемых, поздних браков. Кстати говоря, это исходит в основном от женщин, а не от мужчин, которые говорят, что мы хотели бы сначала стать самостоятельными и иногда выходят замуж в 30-32 года, что, конечно, по восточным меркам является очень поздними браками, учитывая, что когда-то, несмотря на все запреты, девушки выходили замуж и в 15 лет, и в 16 лет. Поэтому здесь проблема, конечно, комплексная. Ну, вот вы приводили примеры, тоже если вспомнить Советский Союз, скажем, когда люди работали много, достаточно работали, и детей рожали помного, там по 6, по 8 человек, но был институт бабушек. Вот вы сказали про детский сад, да, и про урбанизацию. Насколько сейчас вот эта проблема остро стоит в Китае? Очень остро, потому что институт бабушек и дедушек тоже одно время был в Китае, но бабушки и дедушки сегодня в Китае, они не очень хотят сидеть с внуками, они хотят ездить по миру, и сегодня это вполне такое активное население. И считается, что, мол, это правильно, поскольку есть платные услуги, опять все упирается в деньги. Потом есть еще один очень важный момент. Сегодня изменилась само по себе поддержка пожилого населения. Зачем раньше в сельских местностях, особенно в Китае, рожали так много детей? Ну, во-первых, рожали до первого мальчика, потому что девочки не засчитывались, девочек это была расходная статья. Поэтому формально регистрировали только первого мальчика, или, точнее, одного мальчика, а девочек просто не регистрировали. И считалось, что в семье, мол, один ребенок, хотя их, может быть, и трое, и четверо, я лично знаю, такие ситуации. Ну, и плюс к тому, что зачем так много надо было? Да потому что, в конце концов, люди еще рассчитывали на то, что когда они постареют, дети о них будут заботиться. Это в известности и вклад в будущее. Сегодня же, конечно, ситуация изменилась. Сегодня есть, что в Китае, что в Японии очень развитые пенсии. В Китае пенсионная реформа 100% покрывает все пожилое население после 60 лет. Есть чудеснейшие дома для пожилых людей, то, что у нас обычно называется домами престарелых, и это вполне роскошные дома. И если раньше, конечно, ни одному человеку в Китае в голову не приходило отдавать своего пожилого родителя в дом для престарелых, сегодня пожилые люди сами стремятся туда попасть. Ну, потому что там приятное окружение, за ними ухаживают. И это, в общем, говорит о том, что чем выше развивается население, чем больше двигается вперед по пути урбанизации, тем, надо сказать, меньше будут рожать детей. Старики в доме престарелых, детей заводить не стремятся. На что потратит молодежь вот это вот время, которое у них, возможно, появится? На дополнительную работу? Карьера и обучение – это взаимосвязные вещи, потому что сейчас молодежь прекрасно понимает, что без хорошего образования, качественного, которое, кстати говоря, опять-таки не дешевое, дальше карьеру строить будет себе очень сложно. Если, например, иногда в России уровень образования, высшее образование не всегда соответствует тому, что человек находит престижную, хорошо оплачиваемую работу, в Китае есть уже, в Японии, кстати говоря, прямая корреляция из какого университета ты закончил, как ты работаешь. И в этом плане, конечно же, молодежь будут тратить все больше и больше времени на получение хорошего образования, на поиск престижной работы и на эту самую работу, на которой они работают далеко за 8 часов в день. И еще меньше думать о продолжении рода. Спасибо, директор Института стран Азии, Африки и МГУ Алексей Маслов.